Ночную тишину нарушает автомобильная сигнализация. Что делает хозяин в этом случае? Выглядывает в окно. Но в этот момент у машины, как правило, уже никого нет. Злоумышленник сбегает с добычей. Так было и в случаях краж в заводском районе Саратова. Шел, видел, что висит регистратор, остановился, разбил стекло, забрал, ушел. Чем стекло разбил? Отверг. Следы ночного взлома собственники машин обнаруживали уже на утро. Всего в заводское дело полиции поступило 10 заявлений от пострадавших. Ранее судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество автомобилистов сдавал в комиссионный магазин. Сотрудниками уголовного розыска в заводское дело полиции был доставлен гражданин 1991 года рождения. По версии следствия, подозреваемый совершил серию краж из припаркованных автомобилей путем разбития стекла. По предварительной информации, общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом В частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса России. В целях предупреждения угодов и краж из салонов необходимо соблюдать следующие правила. Избегайте парковки автомобиля на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах. По возможности пользуйтесь гаражом или платной стоянкой. Не оставляйте ценные вещи и деньги в салоне машины. Эллада Бжалимова, Евгения Лукьянова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.